Турнирчик, перерыв, отдыхаешь, потом опять турнир, то есть, ну так невозможно. Раньше можно было придумать новинку и год ее держать, чтобы сыграть ее. Ее еще печатали там в информаторе. Я, кстати, с Грещуком у меня такое было. Да? Могу показать. Покажи. Ты, Грещук. Я показываю. Ты, Грещук. А, ну да. Ну, понимаю. Я бы и сам так сыграл. А, ну да. Ну, я пошел в Б4, я смотрю там, он как-то, как на меня смотрит, говорит, что там будет в ферзе. Я придумал. Без ферзя играл, Саша? Где ферзь? Пожалуйста. Ферзь у представителей федерации. Я придумал новинку за три года до партии с Грещуком. Какой это был? Это Слонжи 5, как обычно. Это, ну, примерно. 17-й год. Не, не, вру, 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 седьмой год. А, седьмой? Седьмой. Мне было 17 лет, я играл с Грещуком. Так. Белыми. и придумал новинку так f3 конь c6 слон f2 так сейчас смотри уже не 2007 20 прошу заметить секундочку мне сильно а мнение все я все помню опять ферзь d2 конь g6 конь d5 конь d5 я играю конь d5 он типа съедает здесь слон d4 слон bd4 коми d4 конь c7 король d7 конь бета 8 король c6 кажется что конь у белых погибает но а4 и на слон d7 а5 ладья бета 8 ладья а4 и что черные вынуждены вернуть назад ну как то я не знаю как как вариант показываю конь c5 b4 белые выигрывают соответственно с лишним качеством остаются дальше сложная борьба там у него была компенсация я выиграл мне было 17 лет так новинку нет ты придумал на придумал новинку ты и долго держался я ее держал я готовил этот вариант против гельфанда помпу турниру панклоны испанский город 2004 год а гельфанд вышел в русскую со мной а что после этого к тобой никто не выходил в ну держал бы ну реально лежал три года три года а сейчас так невозможно я в 14 лет очень сильно переживал серьезно не ну и такой потом сыграл кстати моя первая партия с борисовичем мне значит четырнадцать лет я меня пригласили в дортмут я приехал первая партия черными игра с крамником готовился там просто вообще не знал что делать что играть у него все проанализировано я у меня на четырнадцатом ходу белый человек со сторон пары полна один процент потом каждый год с определенного возраста это не какого не имеют отношения к сборной россии по футболу тестостерона у меня все нормально тут вопросов бегают для это они очень не говорит не бег очень помогает там невероятно влияется потому что там дофамин вырабатывается огромных количествах но это трудно влиять не реакция паркинсона тестостерон хороший все хочешь спасибо дорогой трясешься ладно наконец-то мы остались даем давай блесок блесок играем давай здесь нет просто издеваешь как не играть они без часов это же понятно будет один будет думать подожди давай давай как алёхин пять секунд на ход у него были такие партии что он говорил что пять секунд на ход максимум почему у нас перерыв 3 серёжа какие-то другие часы по подожди так начаться там себе при плюсу или наоборот имеешь поставил как интеллигентный человек а мне давай уже не надо мне три минуты ставить 5 они ходят до локировка с младенем важный ход чтобы на же 6 был ход до 4 6 я не видел расскажи про свою партию доминга в этом варианте а это не такая была это вообще не так перепутал перепутать это пути было парте доминга ой так и потом время вообще идет я думаю на время играть но не получилось снова не получилось игра сережей на время со мной На время играть невозможно. Задавилкин. Хороший чувак был Задавилкин. Так. Так, начинается. Начинается конкретика. Ну здесь сам понимаешь. В принципе, да, лучше получил. Кто? Ты. Какой, а? Стример. Я что-то зря уже не то сыграл, но ладно. Мне понравилось название. Зря не то сыграл. Ну давай так, ладно. Wait, wait. Wait a little bit for me. Don't push. Too hard. Побил. Так уж. Слушай, блин. Налетелку. Так. Владя, дойди. Смотри, какой, а? На подалкин. Ты посмотри на позицию. Я боюсь. На слона F8 посмотри. Ой, G6. Ой, что за ход. Смотри, как давит. А давит. Давай, давай. Стратег. Так. Мне нравится, что времени идет. Что-то 4 минуты осталось. Побил. Это была моя единственная надежда. А вот теперь смотрите. Классическая ситуация с двойным ударом. Ферзь D2 нападает на коня F7. И пешкой F4. Какое. Это классик. Говорила мне бабушка, надо меньше пить. Кто пил? Не слушал. Я пил чай. А я-то пил не чай. Побил. Силен, силен. Илья вернулся. Зря ты. Илья Авербух. Я с ним футбол играл, что ты. С Авербухом или с Авербахом? Я играю король в шаге. И я теперь объясняю идею. Я хочу пойти конь E3, конь бьет E5, конь D5. И на конь F3 нет шаха. Так, ладно. Так как идея я очень плохо воспринимаю с детства. Я пойду с лунжи. Зачем я это сделал? Ладно. Ладно, ладно. Обезьяна, крокодилы. О-о-о-о. И веселый попугай. Вина тебе наличь. О-о-о. Обезьяна, крокодилы. О-о-о. Микрофон? Включил, убил. Силен, силен. Ну тут ничья, ладно. Так. Чуть-чуть давлю, конечно. Не сильно. Давлю-ка я, давлю-ка я. Так, а что происходит в... Интересно здесь. А что происходит? Я буду пока рассказать, что происходит. В матче на первенство мира. Который никому не интересен уже просто. Так, да, да. Даже самим игрокам. Да, да, ничего не происходит. А вы где остановились? Король Е2, конь Д6, конь СД6. Блин, Родин считает. Он нам одно говорит, другое делает. А СССР? Он С8. Туда пошел, туда пошел. Не так понятно, кстати. Ох, как... Карлевская штука. Не, ну как все. Подожди, что делать-то? Какая-то странная позиция. Возникла. Тут как бы вот, Ладеда Е1 следующим ходом. У черных слабости. Король не защищен. Ну, здесь Ферже Ф3. Силен, силен. Ферже Ф3. Блин, ну я зернул. Я зернул. Да, не получить там спонсорство в Роснефти. Ферже Ф3. Конь СД4. Я сильно играю, пьяный. Я выиграл пару турниров, но никому не говорили. Ладно, так прошло. Не, ну это не... Шо это? Вот как он на матч вышел. Это не честно. Это не честно. Даже здесь, видимо, у меня есть какой-то ход. Не понятно, какой уже. Корякин, ты что делаешь? Обидно. Стыдно. Стыдно. Я Ф3 пошел сразу по ней опять увидел. Стыдно. Стыдно. Давай подумать, что здесь можно еще сделать. Какой приятный звук от часов шахматных, да, какой-то из... Да вот в нормальные шахматы играем, не то что... Конечно. Сереж, ты такое любишь. Я просто думаю, пойти такой ход или нет. Просто для прикола. Такой видишь вообще? Ферже просто идея такая возникла. Может так пойти или нет? Вот так просто. Может пойти или нет? Просто объяснил я. Это может пройти вообще теоретически. А что, я побьюсь. Ферже Ф3. Так, я думал, ты ферже за хуй. Владимир Аши. Я не могу досчитать просто реально. Слишком много выпили. Для того, чтобы считать такие варианты. Если я не ошибаюсь, защиты нет. Ну, такое не может быть, помогло. Подожди, подожди. Сейчас что-то найдет. Так, сейчас нет. Серег, давай. А что грозит? Умоляем. Это Владимир Аши 4. Вау. Нет, это просто другой уровень. Это не то, что матч, который вы смотрели. Это вообще другой уровень. Подожди. Владимир Аши 6. Верже Ф2. Владимир Аши 2. Первый, да просто. Так. Это гениально зарешено. Если это проходит, я считаю, что это просто... Во-первых, кооператив какой? Оператив Москва. Там какая-то есть, да? Другая история. Ну, кооперативов много было в 90-е. Блин, я же вспотел. Ладно, я сыграю на красоту. Хрен с ним, это проигрываешь. Ну, что-то нашел. Это проигрываешь? Ну, что-то колоссальное нашел. Я узнаю. Блин. Это ж надо такое? Слушай, а реально, что исходить? Ладно, я побил. Хорошо, вот так, например. И тут подумаем. И теперь у меня есть... Или нет? Ладно, так ушел. Ёлки-палки. Зверь какой-то. А что это такое? Серега, пили мы вместе вроде. Красиво. Пили чай. Красиво. Наполно чай. Я не понял. Ну, побил, ладно, хорошо. А, в смысле, в целом тебе просто не очень. У меня не очень позиция. Погоди, что это такое вообще? Подожди, а чей ход? Мой вообще. Я могу побить ферзя. Я его, по крайней мере, вижу. Это уже хорошо. Так, на себя побил. Что я делаю? Я взял. Я пошел так, наверное. Ну. Ничего себе. Так. Ах ты. Какой. Э, так. Ладно. Ничего я предложил. В смысле? Мы же не на матче. Вы же реальные шокоматисты. Не, Сережа, здесь я, честно, технически, я думаю, я осилю это повести выиграть даже в таком состоянии. Никого я обыграл в таком состоянии. Ой, я обыграл этого. Ну, не буду, не знаю, что турниры поймут. Поймут, какие турниры были. Каспаро-карпо. Друзья, но мы продолжаем отслеживать. Следи за ситуацией в матче на пятенство мира. Между Магнусом Карлсоном и Яном Непомощем продолжается пятая партия. Позиция равная. Равная. У Яна полчаса, у Карлсона, господи, 25 минут. Ничего не происходит. Позиция, какой не пядет? Почему, какой не пядет? Не знаю, брат, ты слишком далеко считаешь. Так нас научили. Ёлки-металки. А ты видишь, что у тебя ладья застряла на дыра? Да. Вижу. Блин, надо было, говорит, на 5 А4 надо было пойти, был хороший факт. У тебя флаг упал. Я извиняюсь. В смысле? Да, это партия, конечно. Я не знаю, что там было просто битерешпили. Что-то нереальное. Вы информатор, пожалуйста, партия. Да, пожалуйста, напишите, 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 напишите. Пожалуйста, все, кто смотрел стрим. Да, срочно проанализирует на всех каналов. Я думал, всё. Или я же сказал, а надо быть партия. Слушайте, они бесконечно идут, по-моему. Да, их не возможно. Их не остановили. А ты знаешь, кстати, история? У меня была ситуация по работе не очень веселая. Остановил. Да, была ситуация по работе, ну, в 2000-х годах. Я посмотрел, знаешь, как это. Не очень веселая, но реально опасная ситуация. Как будто на реабилитации с цельюешкой, что-то плохое. И одновременно дикое увлечение шахматой. За тобой следили? Уже за тобой, обратите внимание. В какой-то момент я еду в машине, и вдруг слышу, и вдруг слышу. Часы можно обратно в музей поля чудес? Да, и слышу вдруг вот такой звук. В машине. Так. Ну, я всё думаю, как бы, конец.